Но она под выдох? Блин, а слушай, она на вкус-то не так противна, как нормал. Не противна! Не противна! Созлипусь ужасно и всё-таки противно. Друзья, всем привет! С вами Саша Гендер. И Гоша Гринс. Проект «Первая варка» пивоварни «Биарбрю». И сегодня у нас... Что у нас, Саша, сегодня? У нас сегодня лагерная тема. Лагерная тема. А будет Саша сегодня пробовать разные лагеры. Три разных лагера. Российский масс-сегмент, иностранный масс-сегмент и иностранный крафтовый лагер. И пробует он это всё вслепую и должен определить, где какой. Первый сорт, который я тебе хотел бы предложить на пробу. Что это? Ну, пока мне кажется, что это иноземный масс-сегмент. Какой звук глубокий сейчас будет. Ну, как-то такой без посторонки пока вроде. Ну, блин, чёрт узнает. Ну, точно не крафт, по-моему. Вот. Ну, и не русский масс-сегмент. Ну, да. Сравнение тогда получше будет. Ну, а сейчас, мне кажется, что это иноземный... Да, ну, как бы это иноземный, иноземный масс-массовый лагер. Ну, давай не будем долго ждать сейчас. Я сразу же следующий. Напиток номер два. Напиток номер. О, ну, это крафт наземный. Тут он даже, ну, просто охмелён. Не, он, кстати, вкусно пахнет, понюхай вообще-то, очень хорошо. Тут прям ошибиться очень трудно, на самом деле. Ммм, зараза. Я пытался найти пиво минимально охмелённое. Круто-круто, да, говорю. Ну, он хорошо охмелён, да. Ну, тут понятно, что это и крафт, иноземный крафт, он как бы единственный сегодня из этой ниши. Клёво. Клёво. Да, третий. А это вот российский массовый лагер. Да. Вот так вот. Ну, тут, может, давай чуть расскажу, потому что как тут всё так быстро. Давай, очень интересно будет. Ну, я как бы не знаю сейчас, угадал, угадал, но с этим точно не объебался. Тут всё, и тут 18+. Согласен. Тут. Если бы все такие продавались у нас, хотя бы там, ну, всё-всё, чтобы псевдокрафт российский, хотя бы был прям вот такой же, прям всё, было бы очень хорошо. Так. Ну, очень приятно пьётся, хотя тоже там, по вкусу, по консистенции звёзд, как бы с неба не хватает, достаточно водянистый пил, но за запах можно многое простить. Ну, первый. Он такой, тоже пахнет водичкой и пахнет, сейчас вот немножко стал пахнуть мёдом такой. Без посторонки вообще, в общем, так неплохо. Третий. Ну, ну, надо их теперь, как наш, так, более вдумчиво. Блин, вот эта водичка пахнет. Ну, пахнет ещё и солодом. Прям такой ярко выражен. А этот, это, зараза, не пахнет солодом. Ребята, а у нас тут появился товарищ, представьтесь, пожалуйста. Вот так вот, приезжаешь к пацанам за крышками, а они тебя перед камерой сажают. Ваня из квартир. Смотри, у нас такая тема. Здесь есть три бокала. В одном русский масс-сегмент, в другом импортный масс-сегмент, в третьем импортный крафт. Все они лагеры. Импортный масс-сегмент? Ну, ма... Кажелый лагерочек и... Лагер и импортный лагер. Короче, нашинский лагер, крафтовый лагер и импортный лагер. Да, назовём так. Окей. Интересно. Понятно. Ну, тут вообще понятно. Сейчас непонятно. Вот это, скорее всего... Сейчас, прежде чем. Не, если ты вообще еще и назовешь бренды... Вот это Волковское, мне кажется. Так. Ну, здесь... Сейчас. Давай, еще раз. Вот это похоже, короче, на российскую херню, потому что она воняет жутко. Угу. Вот здесь вот аналогичный, схожий аромат вот этих двух экземпляров, но здесь как-то более поприятнее, более мягче как-то сходит этот аромат. И он не такой сивушный, как здесь. А здесь же... Здесь просто хмели какие-то... В общем, смотри, отечественный масс-лагер, прям вот реально массовый. А попробовать-то можно? Ну, если ты не за рулем, как... Ну, я за рулем. Ну, попробуй. Нет, чуть-чуть. Ну, как бы, масс-лагер и крафтовый наземный лагер. А, крафтовый наземный лагер? Крафтовый наземный лагер. Наш... Нет, в нашего крафтового лагер. Нет, Волка тут нет. Вот это крафтовый наземный. То есть, попроще сейчас. Наверное, под выдох? Блин, а слушай. Наверное, вкус-то... Не так противно, как нормал. Не противно. Не противно. Созлипусью ужасно. Просто не противно. Короче, рублю правду мат. У нас получается... Мне кажется, вот это наш масс. Какой-то крафтовый из этих нужно угадать. Крафтовый наземный. Ну, если ты говоришь, что это наш масс, то один получается просто импортный лагер, другой импортный крафт. Да, импортный крафт. Ой, импортный лагер, а вот это крафт, мне кажется. Потому что здесь как-то хмели. Ну, хотя здесь мало кинули. Миш, ну че, вскрывайся. Нормально там кинули. Вон, под полотенчиком. Жигулевская. Вот это жигулевская, да? А-а-а-а. Ну, айнгер давна. Ну, с крафтом, ладно. С крафтом, я говорю, я ее пил. Я его в ротлих пил. Ну, вердит, Саш. Вот огнешка с песка. Ладно, пускай это будет иноземный, и это будет, пускай, отечественный. Ну, а этот, как бы, за временем крафтовый наземный. Отечественный я так и не донес до тебя, Саш. Мне было интересно, ну, как ты будешь сравнивать два бокала масс-сегмента одинаковых. А-а-а, вот в чем прикол. Они вообще одинаковые, бери. Поэтому вот третий пил, который тебе так и не досталось. Ну, вот тут хмель чувствуется. Ну, да, да, да. Он, как бы, есть. Но я перепутал, вот ты, говно, короче. А, это Кэт меня же обманул. А ты чего? Он мне принес два айнгера. Он мне поставил айнгер, поставил кону и поставил еще айнгер. И я выбирал между двумя айнгерами, какой из них наш, какой нет наш. Я даже разницу там нашел. Блин, вот эта жигулевская. Она такая мягенькая. Мне она очень нравится. Она дешевая, она дешманская, 50 рублей стоит. И она реально... Вот я сказал, что на запах она херовая, а вот на вкус она нормальная, но после вкусы у нее пиздец. У меня айнгер. У нас можно? Да, все хорошо. Ну что ж, друзья, спасибо большое, что посмотрели. С вами были Саша Гендаль. И вами с Квартулир. Всего самого хорошего. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Вот, и пейте правильное пиво. Не такое, как жигульновская, не такое, как айнгер. Ну и вот кону можете взять тоже. Ну и пейте вкусную меру. Всем пока. Пока. У тебя что, говорит, свои эти есть? Ну ты буржуй. Кто? Хаванский. А-а-а. Субтитры сделал DimaTorzok